Сейчас Рязань, как и многие города, продолжает стоять на реках. Однако многие из них были уведены под землю, в коллекторы. Русло других годами меняли люди, запруживая их. В состояние реки Трубиш также вмешались люди. И в данный момент от водной глади реки практически ничего не осталось. Первая причина, на мой взгляд, это общее падение уровня вод. Я не знаю, как по всей России, в Рязани точно. А вторая – это застройка поймы Павловки, Плетенки. Трубиш образуется на стыке Павловки и Плетенки. Ее сейчас интенсивно застраивают, засыпают пойму. Несмотря на то, что экологи боролись с застройкой поймы рек, им удалось отстоять только часть территорий. И если выше по течению, в московском районе русло Трубиша еще широкое, а поток реки стремительный, то до Рязанского Кремля вода практически не доходит. По ходу течения она впитывается в землю, а берега заиливаются. Уровень воды поднялся вместе с Ивом на достаточно высокое количество метров, метров даже, не сантиметров, а метров, что способствовало резкому паду уровня воды. Ну и большую роль сыграли шлюзы, естественно, реки Айки. Тоже уровень в Айке упал, естественно, уровень упадет и в самой реке. И ключи, которые били раньше, очень многие были заилины, запружены. То есть родничков, которые раньше пробивали землю, соответственно, также нет уже. Эксперты считают, что полное исчезновение Трубиша может привести к печальным последствиям, которые отразятся на экологической системе и на качестве жизни рязанцев. Решить проблему, по словам экспертов, можно только расчистив реку. Тогда и ушедшие под землю родники смогут обеспечить более интенсивный поток в Трубеже. Москвичи, которых нам удалось встретить около Кремля, отметили, что в их городе подобных исчезновений рек не наблюдается. Я живу рядом с Кусковой и Кузьминки, посередине прям. И в Кусковой, и в Кузьминках, конечно, следят. Но здесь, наверное, денег не хватает. Все. Видно, что вода была выше значительно. На данный момент, по мнению экспертов, в Трубеже практически исчезла рыба. В тех местах, где раньше протекала вода, можно наблюдать землю и следы животных. Пристань, как и понтонный мост, буквально стоят на земле, и многим горожанам не нравится подобное положение дел. Однако найдутся ли в Рязани возможности для восстановления исторического вида города, а также сумеем ли мы сохранить естественный круговорот воды в природе, пока неизвестно. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».